15 марта состоялся второй тур конкурса на должность директора Одесской филармонии, в котором приняли участие два кандидата. Не обошлось без скандала. Вы получили два комиссии. Вы не обращаете внимания на комиссию. Я присутствовал не на одном конкурсе. Никогда помочь открытшимся обстоятельствам. Я раздал депутатам пакетам и готовым советы. Вот так начался второй тур конкурсной комиссии, где должны были выбирать кандидатуру будущего директора Одесской филармонии. Депутаты областного совета предоставили ряд документов и требовали, чтобы одного из кандидатов сняли с конкурса по причине заведенного уголовного дела. Почему вы бронь включили и толкаете зиться? А ну скажите заинтересованность вашу личную. Потому что областной совет, комиссия, представители всех фракций решили, чтобы вы обратили внимание, что она не имеет права участвовать в конкурсе. Но комиссия не стала прислушиваться к депутатскому мнению и не отстранила по их требованию к кандидатуру Галины. Сторонники и противники обоих кандидатов устроили на заседании дебаты. И чтобы угомонить самых активных, пришлось вызывать полицию. Бой! 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 275 концертных программ. Започеткованных и есть. 275 концертных программ. Из них 105 для детей. Начали с 2014 по 2017 годам нам сделано, отработано и введено в жизнь 300 премьерных программ. Большинство членов комиссии проголосовало за кандидатуру Галины Звицар. Это вызвало недовольство среди сторонников оперной певицы, из-за чего в зале снова начался скандал. Представитель конкурсной комиссии считает решение правильным, а все происходящее давлением и политическими играми. Представитель очень много выставили, все-таки вы как глава комиссии и ваша. Смотрите, мы в первую очередь руководствовались законом Украина о культуре, где все это четко прописано. В том числе и прописано требование, которое предъявляется к претендентам на должность руководителей учреждений культуры. Там написано, опыт не менее трех лет работы поэта. У одного из претендентов этого опыта нет. Второе. Знание, доскональная работа этого учреждения. Сама Вера Ревенко считает, что этот конкурс был изначально прописан под одного кандидата, а именно нынешнего директора филармонии. Но будет и дальше продолжать бороться за пост, ведь решение комиссии носит всего лишь рекомендательный характер. А состояние, в котором находится сегодняшняя филармония, не может радовать никого. Я знаю эту систему, я имею своих меценатов, которые с удовольствием бы сегодня вложили деньги в здание филармонии. Но у нас Галина Борисовна имеет образование строителя. И у меня возникает просто вопрос. Если меня не знают как директора и не могут видеть мою работу, то она работает 30 лет, или 38, она рассказывает, сколько она там работает. Где результаты? Где результаты ее знаний? Где результаты каждодневной практически сдачи в аренду зала? Я не плачу, не рыдаю. Я достойно прочла свою программу, я в этом уверена. У меня была программа и на год, и на пять лет. Почему-то моему оппоненту не задавались практически никакие вопросы. Мне же были заданы 20 вопросов. Окончательное решение по кандидатуре на должность директора Детской филармонии будут принимать депутаты областного совета на следующей сессии.